Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 декабря. Житие преподобного Никона Сухого, Печерского. Поминайте узников, как бы и вы с ним и были связаны. Так заповедал узник о Господе Святой Апостол Павел. Следуя этой заповеди, воспомянем о чудесах блаженного узника Никона, в судьбах которого с несомненностью проявилась сила Господа, освобождающая от оков узников своих. Блаженный Никон был родом из города Киева и происходил от знатных родителей. Придя в Печерский монастырь, он прежде всего добровольно предал разум свой и всего себя в послушании Христу и стал опытным иноком. Затем, во время нашествия злощестивых половцев, он был пленен ими одновременно со святым гестратием Печерским и уведен из монастыря в их страну и содержался там в заключении. Один христолюбивый гражданин города Киева явился туда для выкупа пленных, но блаженный Никон уклонился от этого человека. Христолюбец тот подумал, что он поступает так потому, что сам имеет в Киеве богатых родственников, которыми и желает быть выкупленным. Выкупив многих пленников, человек тот возвратился в Киев и рассказал о блаженном Никоне. Узнав это, родственники его прибыли к полосам для выкупа Никона с большими сокровищами. Но блаженный Никон сказал им, не тратьте для меня понапрасну достояние вашего. Если бы Господь жилал моей свободы, то он не предал бы меня в руки сих беззаконников. Он сам отдает в плен тех, кого хочет. А мы, если благое принимаем от руки Господним, а злое не будем принимать, разве? Родственники укорили блаженного, но принуждены были, не выкупив его, вернуться назад со всем множеством захваченного достояния. После этого пленившие блаженного и другие половцы, видя, что они не достигли своей цели, стали немилосердно мучить раба Божия. И целых три года блаженный непрестанно был утесняем ими, связываем, окован по рукам и ногам, мучим огнем, терзаем ножами, томим голодом и жаждой, лишаем пищи в течение одного, двух, трех и более дней. Летом по три дня держали его под палящими лучами солнца, а зимой выбрасывали на снег и на мороз. Все это нечестивые половцы причиняли ему с той целью, чтобы он выкупил себя, но блаженный Никон за все лишь благодарил Господа и непрестанно молился ему. Через несколько времени он объявил своим учителям, что Христос даром освободит его из их рук, и что он получил уже об этом извещение. «Явился мне, — говорил он, — брат мой Естратий, которого вы предали жидам на распятие». Преподобный Естратий был подан половцами одному херсонскому еврею, который со своими единоверствами посредством страшных мучений заставлял его отречься от Христа, но, не успев том, распял его на кресте, на котором святой мученик и предал Богу душу, пронзенную копьем еврея. «За это они осуждены будут вместе с отцами нашими, некогда кричавшими кровь его на нас и на детях наших. Вы же, нечестивые, будете мучиться вместе с Иудой, предавшим Господа на крестное страдание». Беревшийся же мученик сказал мне, что на третий день по молитвам святых отец Антоний Сеодосии и прочих печерских угодников «Я буду возвращен в обитель Печерскую». Услыхав это, половчанин, взявший преподобного в плен, подумал, что он хочет убежать, а потому подрезал ему жилы под коленами, чтобы он не мог уйти и, кроме того, стал бдительнее стеречь его. И вот на третий день, в шестом часу дня, в то самое время, когда вся стража окружала преподобного с оружием в руках, блаженный узник стал невидим, а стерекшие его услышали только его голос, воспевавший «Хвалите Господа с небес!». Так чудесно и ни для кого не видимо святой перенесен был в Печерскую церковь при Святой Богородице в то самое время, когда на божественной литургии стали петь запричастный стих. И тот час вокруг него собралась вся братья и стали вопрошать его, каким образом он попал сюда. Сначала он хотел было скрыть это дивное чудо, Но все окружавшие его, видя его связанным тяжелыми цепями, с неизлечимыми ранами, гнойными струпьями, покрывавшими все тело его, особенно при виде крови, струившейся из разрезанных голеней, всячески заставляли его поведать истину. Поэтому, вопреки своему желанию, он, наконец, рассказал им все, как было, но не позволял снять оковы с рук и ног своих. На это игумен сказал ему, «Брат, если бы Господь желал сих уст твоих, то не освободил бы тебя от плена, а потому покорись нашей просьбе». После этого, сняв с преподобного оковы, братья перековали их на вещи, необходимые для алтаря. Спустя немного времени, когда уже с половцами заключен был мир, прибыл в Киев тот самый половчанин, который держал блаженного Никона в плену. Прибыв в Киев, он вошел в Печерский монастырь. Увидав здесь своего бывшего пленника, блаженного Никона, он узнал его и рассказал об нем все подробно игумену и братье, и уже не возвратился обратно в страну свою. Но, умилившись от всего происшедшего, принял святое крещение, и вместе с другими своими родичами-половцами, также пришедшими в Киев, сделался иноком, и вместе с ними окончил жизнь в покаянии в том же Печерском монастыре, служа пленнику своему блаженному Никону. Было много и других удивительных чудес этого блаженного и святого отца нашего Никона, из которых мы упоминаем о следующих. Однажды, когда блаженный был еще в плену, разболелись пленники от голода и недостатка до такой степени, что едва не умерли. Будучи вместе с ними, блаженный запретил им хотя что-либо вкушать из пищи нечестивых, и молитвой своей подал всем им выздоровление и возможность не, видимо, ни для кого освободиться от заключения. В другой раз, когда блаженный еще был в плену, расхворался сам пленивший его половчанин. Совсем приближаясь уже к смерти, он завещал своим женам и детям распять пленного им Никона над своей могилою. Но блаженный сей пленник, провидя своими духовными очами, что на конце своей жизни половчанин этот покается, помолился о нем и исцелил его, избавив таким образом и себя от смерти телесную и того половчанина не только от телесной, но и от духовной. Этот блаженный Никон называется сухим, потому что он еще заживо истек кровью, сгнил от множества ран и высох от мучений, так что мог сказать о своем здоровье в плену потерянным словами пророка Давида. «Исше яко скудель крепость моя!» и другими, кости мои, как сушило, сохохшишься. Что можем сказать об этом и мы, удивляясь его замечательной силе, не телесной, а той, которая свойственна бесплотным силам небесным, как ни словами апостола, и имеем это сокровище в скудельных сосудах. Поистине узник сей, чудесно освобожденный от оков, при всей своей телесной немощи, горел огнем божественным, светя своим добрыми и богоугодными делами. Потому и освобожден был от телесных оков, и вместо скоро приходящего и быстро увядающего здоровья в этой жизни, получил от Бога никогда не увядающее ни тление своего тела, в котором и до ныне пребывает он в пещере. Духом же своим он удостоился наследия нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах, при источнике жизни вечной, и получил неувядаемый венец славы. Блаженная кончина в начале XII века Сим венцом по молитвам преподобного угодника Божия Никона Господобимся быть увенчанными и мы от царя славы Христа Бога, которому слава с обезначальным Его Отцом и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом теперь и всегда и в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь.